Продолжение следует... Прежде чем говорить про основу картины как таковой, мы должны для себя сформулировать какие-то базовые настройки, от которых многое зависит. Первая из этих настроек так обозначена как мягкая линейная настройка ТГЦ бегунков. Помните ТГЦ, Time Game Compensation, это бегунки, которые выстраивают степень звуковусиления по каждому отрезку экрана в его изображении сверху вниз, а по телу пациента спереди назад. Мягкая настройка обозначает в данном случае сверху вниз, слева направо. Это настройка на рассмотрение паренхематозных органов. С чем связано это? С тем, что если мы проникаем достаточно глубоко в печень на глубину, скажем, 5-7 или более сантиметров, нам предыдущие слои не должны мешать. И поэтому каждый слой, видите, постепенно это звукоусиление как бы прибавляет фрагмент за фрагментом. Второе обязательное условие, когда мы смотрим четкая визуализация диафрагмы. Вот я ее сейчас, видите, подкрасил этой стрелочкой желтой, чтобы было заметно диафрагма, которая образует купол на правой доле печени. Она должна быть для нас четким маркером, мы ее должны увидеть. Понятно, что мы сейчас с вами говорим про норму, да? Какие ориентиры мы должны использовать для демонстрации нормы. И каждый раз, соответственно, мы должны себе задавать этот вопрос от обратного. Если мы у пациента при всем желании не можем визуализировать диафрагму, о чем это говорит? О том, что звукопроводимость нарушена. Чаще всего это бывает связано с жировой инфильтрацией печени. Если она повышена, то звук не может пройти до такой степени, чтобы мы могли полноценно увидеть купол диафрагмы. Следующий момент. Должна быть четкая визуализация просвета внутри печеночных сосудов. Внутри печеночные сосуды должны быть видны таким образом. Отрегулирована наша настройка изображения. Смотрите, они практически одинаковой степени черности, если позволите так выразиться. Как вот этот участок экрана, где изображения вообще никакого нет. То есть они должны быть реально анхогенными. Это тоже вопрос настройки. Мы должны себе всегда отдавать отчет в том, что мы повернем два или три бегунка на панели прибора и может изображение кардинально поменяться. И для того, чтобы не ломать голову о том, что же это за патологическое образование мы здесь видим, мы сначала 100% должны быть уверены в правильности настроек, для того, чтобы этой случайной путаницы не оказалось. Наконец, обязательно при рассмотрении мы должны вывести края печени. Как у правой доли, так и у левой. Вот этот край печени сейчас он показан красной стрелочкой. Это должен быть тоже один из ориентиров, который является обязательным для начала исследования. Итак, это настройки, которые мы должны сделать как своеобразную предустановку перед тем, как анализировать непосредственно само изображение. Какие параметры мы будем оценивать при эхографии печени? Прежде всего, это размеры, это форма, это эхогенность и эхоструктура. Стандартный набор, который касается любого органа, но и печени в частности. Что касается размеров, мы этому посвятим отдельную лекцию. Это такой достаточно важный момент. Что касается остальных позиций форма, эхогенность, эхоструктура, поговорим об этом сейчас. И рассмотрим каждое из них последовательно. Начнем с эхогенности. Существует своеобразный такой градиент эхогенности органов брюшной полости в нормальной ситуации, разумеется. Да, мы говорим сейчас про норму. Этот градиент можно выстроить как своеобразную шкалу. Паренхема печени должна быть больше или равна по эхогенности корковому веществу почки. Равна или чуть более эхогенная, чем корковое вещество почки. А в свою очередь корковое должно быть более эхогенным, чем мозговое вещество. В то же время паренхема печени обычно несколько ниже, чем паренхема селезенки по эхогенности. Вы скажете, что в нормальных условиях мы не должны одновременно видеть и печень, и селезенку. Но все бывает, в том числе и конституциональные особенности иногда. И, коль скоро у нас есть такая возможность сравнивать, это надо учитывать тоже. Наконец, паренхема печени, она менее эхогенная или в некоторых случаях равна по эхогенности паренхемы поджелудочной железы. Поджелудочная железа изоэхогенна или чуть более эхогенна по сравнению с паренхемой печенью. Наконец, паренхема поджелудочная железа, она менее эхогенна, чем почечный синус и ретроперитениальная клетчатка. Почечный синус, такой достаточно гиперэхогенный, он превосходит паренхему поджелудочной железы. Вот эта шкала особенно важна во всяких случаях оценки нарушения эхогенности какого-то из органов. Самый такой распространенный пример, связанный с липоматозом, часто является либо результатом конституционального, скажем, ожирения избыточного веса, либо как исход, например, какого-то процесса воспалительного характера. И тогда нам эта шкала является очень важной, как ориентир, есть норма или она отклонена. Еще аналогичную ситуацию прокомментируем уже на конкретных примерах. Вот мы сейчас сделали срез через правую долю печени. Помним, что это в случае, если мы находимся в сечении правой печеночной вены. Сама вена здесь не видна, но вот тем не менее мы можем вывести эти образования. И паренхема печени, вот она номером один обозначена, она превосходит или равняется корковому веществу почки. В нашем конкретном случае, я позволю себе сейчас выразиться, более светлая паренхема печени. Но, используя стандартную нашу ультразвуковую терминологию, мы должны сказать, что она более эхогенна, паренхема печени сейчас более эхогенна, чем корковое вещество почки. Вы видите пирамидки почки, вот одна, вот вторая, вот третья. А корковое вещество – это часть паренхемы между капсулой и основанием этих пирамидок. Разницу в эхогенности видим. Наконец, корковое вещество почки более эхогенно, чем пирамиды мозгового вещества. Троечку я сейчас поставил на одну из пирамид. И видим, насколько отличается эта эхогенность. Вот эта шкала здесь такая достаточно демонстративная. Наконец, что касается почечного синуса, его эхогенность сопоставима с ретроперитониальной клетчаткой. Синус здесь, вот он, это гиперэхогенные структуры в центре почки. А позади почки мы видим вот эти элементы, относящиеся к ретроперитониальной ткани. Но прежде всего здесь соединительная ткань, в какой-то степени жировая клетчатка. И видите, их эхогенность совпадает. Четвертый и пятый почечный синус и ретроперитониальная клетчатка сопоставимы или аналогичны по степени эхогенности. Еще одна картинка, позволяющая нам дифференцировать эхогенность органов, которые в большинстве случаев рядом не оказываются. В норме, как правило, этого мы не можем увидеть. Мы сейчас номером один видим часть левой доли печени, а номером два селезенку. И вот видите, степень эхогенности явно отличается таким образом, что паренхема селезенки существенно выше в данном случае, чем эхогенность паренхемы печени. Еще один пример. Мы сейчас видим номером два обозначенное тело поджелудочной железы. Забегая вперед, у нас будет еще в сегодняшней теме вопросы, касающиеся ультразвуковой анатомии поджелудочной железы. Один из ориентиров – это вот этот сосуд, это верхняя брюжеечная артерия. Мы должны его опознавать. А это селезеночная вена, для того, чтобы мы точно идентифицировали тело поджелудочной железы. И мы видим, что паренхема поджелудочной железы в данном случае сопоставима с эхогенностью паренхемы печени. Ну или несколько ее превосходит. Несущественно, но тем не менее видим определенную разницу. Следующий момент. Паренхема поджелудочной железы тоже менее эхогенной, чем ретроперитониальная клетчатка. Вот где троечка стоит, это уже клетчатка в позади брюшинном пространстве. И они существенно отличаются. Клетчатка более эхогенная, чем паренхема поджелудочной железы. Итак, еще разок это рассмотрим уже как бы более обобщенно. Выстраивая именно в виде такого своеобразного градиента. Сверху вниз. Итак, по эхогенности почечный синус, ретроперитониальная клетчатка друг к другу изоэхогенной. И то и другое повышено эхогенности, но они друг с другом изоэхогенны. Паренхема селезенки более или менее изоэхогенной паренхемы поджелудочной железы. Но ниже по эхогенности, чем первая позиция ретроперитониальной клетчаткой почечный синус. Смещаемся к паренхеме печени. Она занимает в таком случае, видите, своеобразную такую как бы центральную позицию. Менее эхогенной, чем паренхема поджелудочной железы. И более эхогенной, чем корковое вещество почки. И, наконец, еще менее эхогенной структуры – это мозговое вещество почки. То есть пирамиды, иными словами. Не синус, а пирамида. Вот такая достаточно удобная по общему визуальному восприятию схема, которая позволяет все органы в совокупности охватить. Безусловно, надо сравнивать их и в качестве примеров из предыдущего слайда. И так, чтобы это всегда было в памяти, как своеобразный эталон, на который мы подсознательно ориентируемся, когда смотрим на... Можно вопрос? Если у нас не подходят парни, то есть написаны. Это говорит о неправильных настройках? Вопрос. Если это не так, как мы видим здесь, что это – неправильные настройки или патология. Диагностический поиск должен включать обе позиции. Сначала мы должны стопроцентно удостовериться, что мы выстроили настройки правильно. И если мы видим, что наши настройки выстроены по тем требованиям, которые мы обозначили, да? Допустим, вы видите диафрагму, у вас правильно тайм, гейм, компенсейшн, бегунки выстроены. И тем не менее нарушена где-то эта шкала, то тогда речь идет о нарушении эхогенности, патологии. Это бывает очень часто, да? Поэтому задача – сначала исключаем неправильную настройку, а потом, если исключили, мы тем самым для себя доказали, что это причина в нарушении эхогенности. Самое главное, на самом деле, для себя всегда четко разграничить норму от ненормы. Это, пожалуй, одна из главных задач, да? Чтобы мы видели грань между нормой и ненормой внутренним взором очень четко. И поэтому это, на самом деле, важный вопрос, чтобы мы удостоверились, что то, что видим на экране, отображает реальное состояние пациента. Теперь про конкретно эхоструктуру печени говорим. До этого мы рассматривали эхогенность, а теперь мы рассматриваем эхоструктуру. Из тех четырех позиций, которые мы называли в качестве оценки – размеры, форма, эхогенность, эхоструктуру – вот мы подошли к эхоструктуре. Первый вопрос – это сосудистый рисунок. Значит, важно всегда помнить, что сосудистый рисунок в паренхиме печени представлен двумя типами сосудов. Вот они, оба эти типа сосудов на этой картинке показаны. И один из них – это сосуды, которые являются ветвями воротной вены. Они здесь вот такого слегка розоватого цвета и обозначены номером один. А вторая разновидность сосудов – это печеночные вены. Мы их уже упоминали. Печеночные вены и их притоки. То есть, те более мелкие сосудики, которые сами еще не являются печеночными венами, но из которых печеночные вены будут собираться, сливаться. Очень важный момент тоже, который мы должны для себя четко сформулировать, что желчные протоки и печеночная артерия могут быть визуализированы в норме только в воротах. То есть, если вы ушли далеко от ворот и видите там расширенные элементы, ну, даже вы не поймете сейчас, они расширенные или нет, но вы увидите, что они не сосудистые. Вы включили доплер, и они не красятся. Это оказались желчные протоки. Если мы не в воротах, а за их пределами, это не норма. В норме желчные протоки должны быть только в области ворот, также и артериальные сосуды. Ну, и сугубить это определение можно таким образом, что видите, наличие артериальных сосудов и желчных протоков в паренхеме за пределами области ворот является признаком всегда патологическим. Это говорит о дилатации этих образований. Теперь конкретно про каждый из этих типов сосудов. Воротная вена. Что характерно для воротной вены? Так называемые яркие эхогенные стенки, которые делают их достаточно такими четко различимыми на фоне паренхемы. Вот вы видите, у показанных здесь сосудов эхогенность стенок очень четко выраженная. Они словно бы толстые. За счет эхогенного контура. Второй важный момент. На наших срезах в большинстве случаев ветви воротной вены располагаются горизонтально или почти горизонтально. Вот эта картинка, которую мы сейчас смотрим, сама по себе достаточно наглядная. Мы располагаемся на уровне ворот печени и видим как раз сосудистую систему двух типов. Вот то, что подкрашено сейчас стрелками, относится к ветвям воротной вены, правой и левой долевым ветвям. А то, что чуть дарсальнее вот сюда, это нижняя полая вена. И важно отметить, что получается взаиморасположение этих двух сосудов вот уже в самих воротах они взаимоперпендикулярные. Нижняя полая вена, мы же смотрим со стороны ног, а голова пациента за пределами нашего экрана, нижняя полая вена течет кровь в ней от ног к голове. А вот ветви воротной вены распределяются в горизонтальной плоскости, как бы направляя поток перпендикулярно по отношению к нижней полой. Вот это взаимоотношение своеобразного такого под углом 90 градусов направления потоков очень характерный такой пример для того, чтобы мы их различали. На этой картинке мы сейчас прямо обозначим номерами 1 и 2 правую и левую ветвь воротной вены. Поскольку значительная часть нашей литературы исходно пришла с запада, то они нередко вообще пользуются терминами левая воротная вена и правая воротная вена. Не совсем точно, конечно, но это термин в англоязычной литературе столь широко распространен, что они исключают слово ветвь. На самом деле, разумеется, воротная вена, она одна, но как она дошла до области ворот, она разветвилась на две своих основных долевые ветви. Левая и правая долевые ветви. И вот они помечены здесь на нижнем изображении самой печени, как рисунка тоже для того, чтобы показать их направление. и тогда мы можем вот этой красной линии обозначить непосредственно плоскость, в которой они распространяются. Действительно, почти горизонтальная. Плоскость почти горизонтальная. Дальше очень важный момент, который мы должны отметить, что здесь имеет место так называемый гепатопетальный кровоток. В воротной вене кровь движется в направлении к печени. гепатопетально. А значит, когда мы включим ЦДК, ЦДК это цветовое доплеровское картирование, один из вариантов доплеровского исследования, при котором сосуды красятся в разный цвет, но в подавляющем большинстве в синий и в красный стандартных настройках, то при этом именно гепатопетальный кровоток он будет направлен в сторону датчика, а значит красится в красный цвет, так же как в артерии печеночной. когда мы будем строить эту кривую доплеров графическую, но не мы, аппарат ее сам построит, но когда мы ее будем рассматривать, то спектральная кривая при этом будет располагаться выше изолинии, линии, по которой этот спектр выстраивается. Для нас это является характеристикой гепатопетального кровотока. Это кровоток в воротной вене и ее ветвлениях. Но никогда не бывает правил без исключения, поэтому мы должны для себя тоже ответить на вопрос, что же обусловливает эхогенность стенок воротной вены и ее ветвей. Вот посмотрите, мы сейчас взяли пример вот такую эхограмму и здесь несколько сосудов выявлено. Желтым цветом показаны сосуды, у которых стенка очень эхогенная, а красным цветом показан сосуд, у которого стенки словно бы нет вообще, он словно бы вот так в паренхеме проходит, не имея никакой стенки. Безусловно, это иллюзия, но она нам незаметна, эта стенка. Красным цветом это печеночная вена, желтым цветом воротная. и что же делает эту воротную вену более эхогенной по стенке. Причина заключается в том, что она никогда не идет сама по себе, а воротная вена, независимо от уровня ее ветвления, она всегда сопровождается двумя другими образованиями, которые вместе. Ну вот сейчас тут выскакивала у вас эта скобочка, которая обвела печеночную триаду. Она, знаете, как хомутики во всяких там где-нибудь под капотом у автомобиля разные провода цепляет вместе где-то шлейфики у компьютера. Я специально это так обвел для того, чтобы было понятно, что на самом деле вот они зашли как студенческая двойка дуктус вена артерия через ворота и дальше они будут ветвиться столько раз сколько будут все втроем не только вена но ее будет сопровождать дуктус теперь уже не холедохус а просто печеночные желчные протоки и ветви печеночной артерии поскольку этих образований сразу три рядышком проходит то и стенка их выглядит более эхогенной то есть наличие трех образований вместе делает их стенку более эхогенной это одна из причин вторая причина связана с наличием так называемой глисоновой капсулы посмотрите сейчас зеленым цветом мы здесь пометили что вот под диафрагмой под куполом диафрагмы у поверхности печени заметна еще соединотканная структура которая ее покрывает дополнительно это структура которая будет заходить и внутрь паренхемы и мы извините по нашему кулинарному опыту знаем да что там печень крупного рогатого скота и свиная она крошится да после приготовления почему потому что каждая долька она вот разграничивается этими отрогами от глисоновой капсулы то есть глисонова капсула она проникает и вглубь через ворота и разграничивает все основные структуры обеспечивая тоже дополнительную эхогенность стенок но теперь если сконцентрироваться для примера на втором типе сосудов на печеночных венах то значит для них характерна вот как раз противоположная ситуация смотрите-ка у них словно бы стенок мы не видим вообще феномен отсутствия стенок вот словно бы дыра в печени это настолько демонстративно что часто приходится мелкую кисту дифференцировать от попавшего в поперечное сечение веточку печеночной вены именно включая доплер да поскольку складывается впечатление об отсутствии стенок вторая важная отличительная особенность когда вы смотрите они же у вас не подписаны там а вы их должны разграничить что печеночные вены они увеличивают свой диаметр направляясь к нижней полой и вот я специально на этой картинке подкрасил контур таким синим пунктиром и заметно что направляясь к нижней полой вене он становится все более крупного диаметра да то есть это непостоянный диаметр постоянно возрастающий в направлении к нижней полой вены вене очень важный для нас ориентир это разграничение сегментов печеночные вены являются границами между сегментами и вот здесь вот очень наглядно сейчас покрашен седьмой и восьмой сегменты а границей между ними является что правая печеночная вена мы уже узнаем что это правая печеночная вена это левая в самом начале предыдущего фильма предыдущей лекции мы с вами смотрели про рассыпной тип правых печеночных вен там вот эти две веточки которые здесь сошлись вот тут они по отдельности впадали в нижнюю полую вену но сейчас у нас картина классическая и мы видим разграничение седьмого сегмента и восьмого восьмого забегая вперед сразу заметно он располагается между чем и чем между правой печеночной веной и средней это наиболее такой демонстративно узнаваемый сегмент потому что он располагается между средней и правой печеночными венами вот так вот треугольной формы значит кровоток здесь в отличие от воротной вены гепатофугальный гепатофугальный обозначает петео стремлюсь куда к органу к печени а гепатофугальный бегу откуда от печени за пределы органа и значит этот гепатофугальный кровоток он направлен в сторону нижней полой вены преимущественно вертикальная ориентация на эхограммах когда мы делаем рартан и срезы понятно что отличаться это может существенно но тем не менее это расположение преимущественно вертикальное ну и еще используют такое образное сравнение конфигурация зонтика знаете многие из таких современных анатомических обобщений которые используются сейчас ультразвуковой анатомии печени они были ну может быть не разработаны но сформулированы одной такой известной исследовательницей в области УЗИ Оксаной Болторович да это вот она предложила этот термин конфигурация зонтика посмотрите что это обозначает но мы сделаем эту картинку чтобы можно было представить себе как зонтик выглядит да но сначала поговорим про исключение из правил вот мы сейчас на этой картинке знакомой нам уже мы ее рассмотрели перед этим видим что одна из веточек воротной вены не имеет эхогенных стенок да смотрите выше стенки явно эхогенные да а вот эта вот веточка пошла и стенки там эхогенность потеряли из-за чего из-за хода сосуда параллельного лучу вы понимаете что луч двигается сверху вниз и в данном случае сам сосуд тоже направлен точно в таком же направлении значит если стенки оказываются параллельными ходу ультразвукового луча то тогда они у воротной вены тоже не будут эхогенными да эхогенность их теряется и противоположный пример вот печеночные вены мы сейчас видим конкретно в данном случае что стенки их выглядят эхогенными почему это что исключение из правил или какая-то другая ситуация вот здесь ситуация связана с тем что при таком расположении датчика у нас стенки оказываются на 90 градусов по отношению к ультразвуковому лучу и в связи с этим они тоже не сохраняют своего вот свои характеристики мы говорили феномена отсутствия стенок здесь конкретно у него не наблюдаем тут наблюдаем тут наблюдаем тут наблюдаем это все печеночные вены а у этого сосуда этого нет одним словом можно это сформулировать что появление таких отклонений от правила является угол зависимым феноменом 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 зависим от угла направления ультразвукового луча итак возвращаемся конфигурации зонтика я вам назвал эту фамилию Оксана Болторович вот смотрите картинка зонтика картинка печени вот эти ветви печеночных вен трех которые здесь показаны пациент словно бы к нам лицом стоит они в какой-то степени сопоставимы вот с этими спицами у зонтика да и это может своеобразным таким ориентиром нам служить мы можем в разных сечениях получать разные сканы да вот сейчас проводим скан на уровне впадений печеночных вен в нижнюю полу это верхние сканы так называемые да и вот тогда мы как раз видим это место впадения да сами печеночные вены впадают в нижнюю полу вот это нам картинка уже узнаваема мы можем провести ниже вот такое сечение которое относится к группе средних сканов более или менее совпадая с проекцией ворот да то есть это как бы посередине печени и тогда картинка будет выглядеть подобным образом что мы получаем правую и левую ветви воротной вены это правая это левая ветви воротной вены да нижняя полая попала здесь в перпендикулярное сечение и наконец самый нижний уровень сканов который проводится почти по краю печени и вот значит здесь отмечается что крупных сосудов нет вообще да в смысле ни воротной вены ни стволов печеночной вены крупные сосуды здесь отсутствует но здесь очень два важных других образования которые являются маркерами для нас это лигаментум фальциформис серповидная связка печени внутри которой располагается лигаментум террес лигаментум фальциформис и лигаментум террес вот это лигаментум террес а вот рядышком с ней это лигаментум фальциформис вот они должны для нас такими ориентирами тут тоже служить Это как раз участок, с которого чаще всего мы начинаем наше сканирование И они могут здесь попасться как такой важный ориентир Чуть-чуть поподробнее давайте поговорим про круглую связку печени Лигаментум террес гепатис Это бывшая заросшая пупочная вена Она полностью облитерируется у взрослых И при поперечном сечении видна как гиперохогенная структура Как правило округлой формы На препарате стоит ее вспомнить и посмотреть Это 3 мм, редко больше в диаметре То есть здесь можно померить и представить себе И интересно, что она при этом оказывается как бы утоплена в паренхеме То есть она не просто располагается на поверхности Но она в паренхему углубляется И располагается на какой-то глубине от поверхности Самой диафрагмальной Погруженной в паренхему непосредственно И тоже самое Вот развернули эту картинку в таком сагитальном сечении Я здесь написал парасагитальный скан Потому что сагитальный это ведь строго говоря Сугубо посрединной плоскости А мы от него отступили вправо И тогда мы можем увидеть Как идет эта круглая связка И как она связана с левой ветвью воротной вены Вот она здесь хорошо Как гиперэхогенный тяж просматривается Для нас важна ее функциональная роль Круглая связка будет отделять правую и левую доли печени И является в таким случае топографическим ориентиром Мы уже говорили, что она представляет собой заросшую пупочную вену И вот здесь видим, что она прикрепляется Присоединяется к пупочному сегменту левой воротной вены Левой ветви воротной вены То есть они друг с другом связаны Она для нас тоже дополнительным Очень важным ориентиром является С учетом того, что она может реканализироваться При портальной гипертензии То есть если в норме Это просто гиперэхогенный тяж То при повышении давления в воротной вены Может в этом участке появляться Опять просвет И кровь может перемещаться по этому сосуду Гораздо чаще, конечно, бывает Появление парумбеликальных вен То есть рядом с ней появляющиеся Вновь образующиеся новые вены Как портоковальные анастомозы Но и, возможно, реканализация Самой круглой связки Очень важно ее дифференцировать На первых порах От какого-то патологического образования От кальцината От маленького какого-то Опухолевого образования То есть просто никакого другого способа Кроме помнить ее локализацию Где она в норме располагается Если мы с ней совпали Нет То есть это нормальное расположение Является для нас ориентиром Еще одна важная связка Которую мы с вами упоминали Лигаментум венозу Практически Я хочу, чтобы вы опознали Что мы здесь видим Вот этот круглый элемент В дорзальной части Снимка представляет собой Нижнюю полую вену Это левая ветвь воротной вены И вот стрелочкой показана Лигаментум венозу Она прекрасно видна бывает Как в поперечном сканировании Это сейчас изображено Поперечное сканирование Так и при продольном сканировании И мы уже упоминали ее Что она чрезвычайно важна Для того, чтобы Отдифференцировать Первый сегмент печени Или хвостатую долю Вот это не что иное Как хвостатая доля А в следующий вторник Мы с вами будем говорить Когда определяем размеры печени Как измерить Соотношение Хвостатой доли К правой доли Потому что это тоже Один из важных ориентиров Портальной гипертензии То есть Сама по себе Хвостатая доля Может увеличиваться В размерах при циррозе И является с этой точки зрения Маркером Так вот В качестве ориентира Сейчас для нас Маркером должна быть Именно вот эта связочка Гиперхогенный тяж Лигаментум венозум Который Собственно И разграничивает Хвостатую долю От Второго и третьего Сегментов Левой доли Вот сама Где стрелка Изображена Это уже Второй и третий Сегмент А вот ниже стрелки Это первый сегмент То есть Это Хвостатая доля И что касается Сагитального сечения Вот как она выглядит Вот этот тяж Лигаментум венозум Вот он И тогда Вот это Ничто иное Как первый сегмент Или Хвостатая доля Печни Вплотную Примыкает К Нижней полой Вени Как на Поперечном сечении Так и на Продольном Что касается Функциональной роли Это просто Остаток Облитерированного Оранцевого протока Или Дуктус Венозус И тоже Принципиально важно Что Расположение Ее Соответствует Всегда Задней части Левой Продольной Борозды И она Практически Никогда Не Реканализируется При портальной Гипертензии То есть Если Лигаментум Террес Может В ситуациях Патологических Формировать Просвет То здесь Просвет Никогда Не появляется Эти картинки Нам чтобы потом Их Опознать Как Ориентиры Для Поиска При реальном Сканировании У взрослых Реканализироваться Не может Важный Момент Теперь Типы Эхоструктуры Печени Типы Эхоструктуры Здесь Это вопрос Вплотную Примыкающий К Ультразвуковой Анатомии Но Уже Имеющий И патологическое Измерение То есть Здесь мы Говорим Не только О норме Нормальный Тип Только Первый Из них А есть Еще Два Других Типа Центри Лобулярный Тип И Фиброзно-жиро Вот Они Друг Другу Противопоставляются Я Прежде чем Каждый из них Характеризовать Хочу напомнить Что Вообще Это стандартная Ситуация Когда Любые Типы Делятся На три Это только У Гиппократа На четыре Флегматик Холерик Сангвиник И Меланхолик Располагаться Как Срединная Ситуация От нее Откладываем Как бы В противоположные Стороны Два Других Типа Центри Лобулярный И фиброзно-жировой Чем они Характеризуются Центри Лобулярный Тип Эхоструктуры Паренхемы Характеризуется Во-первых Снижением Эхогенности Эхогенность Просто Становится Диффузно Пониженной От того Что Снижается Эхогенность Печени Появляется Симптом Звездного Неба Такое Тоже образное Название Но очень удобно Для того Чтобы глазом Выцепить Эти Изменения Которые мы На Экране Монитора Видим В чем Она заключается Это Подчеркнутая Визуализация Мелких Ветвей Воротной Вены Вот они Вот они Вот они Вот они Вот они Вот они То есть Количество Мелких Визуализированных Ветвей Воротной Вены Возрастает И В результате Вы в любом Скане Смотрите И видите Эти Рассыпи Гиперэхогенных Мелких Структур Которые И являются В данном Случае Примером Этого Симптома Звездного Неба Для Чего Это Характерно Вот Именно Такая Типология Прежде всего Для Острого Гепатита Вторая Ситуация Достаточно Частая Связана С Правожелудочковой Недостаточностью С Лейкемией С Лимфомом С Лимфомой Токсическим Шоком Но Чрезвычайно Важна Последняя Позиция Что Она Может быть В норме В каком Случае Два Процента Случаев Это Не так Уж Мало Да То есть Мы с этим Можем Столкнуться Очень Часто У Молодежи У Подростков У Людей Такого Астенического Телосложения Да Вот это Может быть В норме Поэтому Если Мы Будем Сейчас Выискивать Специально Себе Пациентов Вот Из Там Подростковой Группы Не надо Сразу Гепатиты В связи С этим Ставить Да То есть Это Как раз Может быть Ситуация Классической Нормы Противоположный Тип Фиброзно-жировой Тип Эхоструктуры Паренхемы Чем Он Характеризуется Повышением Эхогенности Если Предыдущий Связан Был Со Снижением То Здесь Эхогенность Наоборот Повышается Диффузно В связи С этим Тоже Исчезают Или Уменьшается Количество Визуализации Стенок Мелких Ветвей Воротной Вены То есть Мы Ищем Ветви Воротной Вены И не Находим Вообще Либо Их Находим Мало Меньше Чем Обычно За счет Чего За счет Того Что Эхогенность Паренхемы Возросла Кроме Того Имеет Место Феномен Дарзальное Ослабление Ультразвукового Сигнала Что это Значит Дарзальное Ослабление Ультразвукового Сигнала Подразумевает Что Чем Глубже Мы Смотрим Тем Труднее Дифференцировать Отдельные Элементы Эхоструктуры Они Словно Бы Растворяются Они Словно Бы Теряются Потому Что Сам Сигнал По мере Прохождения Каждого Более Поверхностного Слоя Гаснет Он Тушится Об Эту Повышенную Эхогенность Паренхем Это может быть До такой Степени Что Во многих Ситуациях Различие Диафрагмы Становится Невозможным Мы не можем Увидеть Диафрагму Настолько Ослабление Дарзальное Ослабление Ультразвукового Сигнала Становится Выражено Для чего Характерно Самый Типичный Пример Жировая Инфильтрация И Другие Ситуации Связаны Уже Теперь С Хроническим Гепатитом В отличие От Предыдущего Цирроза Острым Алкогольным Стеатогепатитом Вот мы Увидели Сейчас По отдельности Эти Примеры А теперь То же самое Соберем Вместе Как мы Привели В качестве Примера Разных Типов Любых Да Делящихся Трехчленно Посередине Норма По бокам Отклонение От этой Нормы В Какие-то Иные Ситуации И так То же самое Просто еще Сформулируем Вместе Для чего Характерен Центролобулярный Тип Симптомам Звездного Неба И какие Здесь Признаки Что это Характерно Для Острого Гепатита Правожелудочковая Недостаточность Лимфомы Токсический Шок А также В норме У худых Пациентов И наконец Для фиброзно-жирового Типа Снижение Эхогенности Паренхемы Дарзальное Ослабление Ультразвукового Сигнала И характерно Для Жировой Инфильтрации Остроалкогольного Гепатита Цирроза Хронического Гепатита Еще Несколько Конкретных Примеров Для Фиброзно-жирового Типа Эх Структуры Сам по себе Фиброзно-жировой Тип Ведь Он состоит Из двух Составляющих Прямо Через Черточку Фиброзно-жировой Как же их Разграничить Фиброзной Внутри этого Типа От Жирового Смотрите Если речь Идет Про Однородную Эхоструктуру Паренхемы Как вот На картинке Справа Подписаны То Это В большинстве Случаев Жировая Инфильтрация Если Эхоструктура Паренхемы Неоднородная Если мы будем Внимательно Присматриваться К ней Мы видим Что где-то Здесь Есть Почти Анахогенные Включения И рядом Гиперэхогенные Точечные Включения А если Посмотрим Что и периферия Вся почему-то Черная Почему Потому что Это Жидкость Вокруг Да Асцит Привел К тому Что Поверхность Печени Вот так Подчеркнуто За счет Раздела Сред Жидкой Среды В полости Брюшины И Самой Паренхемы Печени Да Значит Вот этот Фиброзный Тип Он Характерен С неоднородных Структур Для Цирроза Что касается Жировой Инфильтрации Печени Чуть Поподробнее Давайте На нее Взглянем Смотрите Феномен Дорзального Усиления Ослабления Извините Сигналы Которые Мы упоминали Вот Можно Здесь На обеих Картинках Попытаться Проанализировать Вот До середины Скана Печени Вот Степень Эхогенности Таким образом Отмечается Да А Ниже Уровня Середины Посмотрите Здесь Просто Степень Визуализации Более Затрудненная Да Это за счет Того Что В этих Дорзальных Участках Звуковой Сигнал Ослабляется Это происходит Дорзальное Ослабление Ультразвукового Сигнала На Картинке Рядышком Мы видим Контур Диафрагмы А На левой Картинке И практически Его различить Невозможно Да Что это Настройка Неправильная Нет Это как раз Результат Именно Вот такой Жировой Инфильтрации Печени Второй феномен Который Сопровождает Жировую Инфильтрацию Он Связан С Увеличением Размера В печени Увеличение Размера В печени Может быть За счет Обеих Долей Или Какой-то Одной Из Двух Долей Но Это Патагномонический Признак Именно Для Жировой Инфильтрации Следующий Дифференциально Диагностический Маркер Это Тенденция К Диффузной Однородности Вы Смотрите В любых Сканах И Картина Везде Диффузно Однородная В отличие От этого Противоположная Ситуация Связана Именно С Фиброзным Компонентом Фиброзно-жирового Типа Она Прежде всего Характеризуется Неоднородной Структуры Эхогенность С повышенного Прямо Видите Что она Имеет Структуру Выраженной Неоднородности По Всей поверхности Иногда Используют Вот такой Образный Тоже Эмоциональный Термин Как Синдром Симптом Изъеденности Молью Для того Чтобы Опять это Подчеркнуть Какую-то Эмоциональную Составляющую Для запоминания Удобного Здесь Никогда Не бывает Эффекта Дарзального Ослабления И Наконец Микро Или Макронодулярная Поверхность Микро Или Макронодулярная Поверхность Особенно Хорошо Различима В участках Соприкосновения С жидкостным Компонентом Да Вот Она становится Такой Неровной Другим Дифференциально-диагностическим Признаком Является Уменьшение Размеров Правой Доли Правая Доля Уменьшается В размерах При циррозе Левая Возрастает Преимущественно За счет Хвостатой Да Вот Хвостатая Доля Будет Становиться Все крупнее И Соотношение Которое Вот так Называется Правая Доля Хвостатая Доля Увеличение Размеров Хвостатой По отношению К правой Является Таким Достаточно Специфическим Для цирроза Печень Вот Это Картинка С макропрепарата Характерного Для цирроза Смотрите Это Уже Макронодулярный Цирроз Когда поверхность Состоит из Довольно Крупных Таких Выпячиваний Поражающих Всю Диафрагмальную Поверхность Печени И то же Самое На Эхограммах Как это Отражается Видите Все три Эхограммы С примерами Резковыраженного Асцита Везде Печень Соприкасается С Жидкостной Средой По Периферии И Ну вот На первой Картинке Это еще Можно назвать Микронодулярным А это уже Явно Макронодулярный Цирроз Связанный С Образованием Таких Узелков На поверхности Достаточно Крупных Размеров Которые Ну С Патоморфологического Смысла Являются Узлами Регенерации Именно При циррозе Практически 90% Отмечается Всех Ситуаций Связанных С портальной Гипертензией То есть Каждый раз Когда мы Видим Симптомы Портальной Гипертензии Мы должны Подозревать Сначала Цирроз Печени Исключить Все остальные Признаки Этого Заболевания Что касается Нарушения Самой Структуры В чем Она будет Выражаться В фиброзе Узлы Регенерации Про узлы Мы с вами Их Рассмотрели Вот они Разной величины Фиброз Это отдельные Вот эти Гиперхогенные Структуры Но Я бы хотел Тоже Сразу Подчеркнуть Что В обычном Стандартном Б режиме Оценить Степень Фиброза Реально Невозможно То есть Для этого Существуют Сегодня Другие Методы Такие Как Эластометрия Она Используется При помощи Трех типов Аппаратов Которые Разделяются На Фиброскан Такую Слепую Можно Сказать Да И На Чисто Ультразвуковое Сканирование При помощи Аппаратов Двух Других Типов Это Siemens S2000 И iExplorer Да То есть Вот На этих Аппаратах Возможно Оценить Именно Степень Сформировавшегося Фиброза Но Другой Разговор Когда мы Видим Уже Вот Столь Выраженные Макронодулярные Изменения Поверхности Печени Тогда уже Поздно Говорить О Стадии Фиброзирования Да Тут Скорее всего Будет Если сделать Биопсию Соответствовать Четвертой Стадии По Классификации Метавир То есть Самой Последней Но Я просто Ради справедливости Хотел Подчеркнуть Что Степень Фиброзирования Просто Глазом На Серошкальном Б режиме Мы не можем Полноценно Оценить Это просто Общее Визуальное Впечатление Ну Что касается Асцита Вот он Заметим Нас На всех Картинках Оценить